сейчас хочу показать немножко как трубы в общем говоря и какой дым из них идет вот это вот труба которая вот с этой стороны дым идет это грез а вон там вот может видно уже так как бы такие вот уже дыма вот там вот уже это азот не знаю а ну видно немножко вот полосатые трубы стоят вот так вот он работая здесь есть выражение лиси хвост там какой-то завод что-то сбрасывает очень тягучий такой желтый дым который потом опускается вниз и все короче в зоне задымления называют в лисе хвост и а что там за дым понятное дело с химзавод разве что-то хорошее будет вот видная вода вот немножко уже съехали с моста но дым еще леднеется это улица центральная центральная улица здесь вот этот вечный огонь не знаю куда ты едешь я тебя не сбивала это вечный огонь парк а это невиномыск государственный гуманитарно-технический институт вот здесь еще есть учебные заведения вот такие вот высшие уже были технику вы стали институты да а сюда а здесь тоже такой скверик идет здесь фонтанчик летом работает там вот где красненькая домик виднеется там кинотеатр называется мир я тоже не помню школа здесь такая вот высокая раз-два пятиэтажная ну естественно жилые дома скверик вот все забором что ограждено все это сквер идет и дальше впереди виднеется ДК химиков тоже зимой здесь елочку наряжают очень красиво ну вот покажу поближе кстати у нас сегодня 1 декабря начало зимы вот такое вот у нас замечательное начало зимы он показывает температура там плюс 11 10 30 там чем-то градус в это время 10 33 а здесь вот такой вкусный такой вот магазин шоколадница там очень вкусные тортики ну а мы едем дальше машина у нас стекло грязное вчера просто был дождь а сегодня уже светит солнце поэтому немножко такая вот стекло не очень такое вот такое вот у нас начало зимы как всегда дети уже хотят вернее мечтают чтобы на Новый год хоть немножко снег был хоть чуть-чуть говорит пусть присыпет у нас как обычно утром если и насыпет то к обеду все растает абсолютно все растает ну не знаю может быть в этом году повезет и снежок нас на Новый год порадует ну хотя я сомневаюсь потому что это уже не первый год у нас на этот на Новый год обычно либо теплая погода плюс там 20 да как обычно либо дождь идет все а снега я честно говоря уже даже и не помню когда он был когда он был на Новый год все время либо дождь либо солнце вот в прошлом году я показывала у нас теплая такая погода была вообще теплая на Новый год деревья у нас еще некоторые с листочками стоят правда желтенькие листочки ну на некоторых даже и зелененькие есть даже окошко открыли в машине потому что жарко а тебе не жарко кстати в этой куртке нарядился просто вчера была очень холодная такая погодка прохладненькая я не помню сколько градусов но сегодня в разы в разы теплее короче как то так у нас вот и погода то жарко то холодно то еще там что нибудь как обычно мы сейчас будем проезжать вот по мосту через реку Кубань к реку Кубань к реках ой 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 вот как обычно искали там наверное нефть раздолбали все а за асфальтировать забыли ну да они вон там дальше искали в другом и не нашли ага в другом месте искали и вот уже они тут блин не видно там плохо видно речку еще и машина едет сейчас вам тут будет дядечка в машине вам вон вот этот кстати это что это гресс там или химзавод гресс да вот труба гресс полосатый дубль гресс он больше да это гресс а здесь кстати на этой стороне тоже есть бурятник в общем если сказать русским языком вот бросайте в меня камни птицефабрика или как правильно в общем когда проезжаешь этот район это место я не знаю тут такие запахи стоят это просто конечно же отсюда до конца вот еще один институт наподится да а здесь это мост через железную дорогу говорят если под мостом проезжаешь нужно желание загадывать да обязательно как обычно много чего хотим но ничего не получается да комплект с дисками да еще с дисками тихо тоже сауна хамам плавательный бассейн запаха кстати еще пока не слышно ну вот ресурс сейчас будет да не леномысский маслозавод еще а сейчас здесь чуть потянет бриз надо ну да вот еще тоже вот фирменный их не магазин их здесь можно купить свежую курочку да вообще курять она вообще в цене выросла как и яйца они наверное золотые яйца уже начали нести это ужас я вчера в магазине в пятерочке по-моему не были 130 рублей 10 штук а они растут как на дрожжах эти яйца ну вот вам немножко города и показалось совсем чуть-чуть это называется район фабрики здесь очень красивый парк фабричный парк называется тоже много частенько здесь гуляем и видео на канале в этом парке есть там раньше были звери очень тоже ну были звери олени по-моему что-то еще лось здесь белки скакали по-моему енот был но сейчас этих лосей нету здесь тоже такой пятачок здесь есть и магазинчики и все-все-все вот пятерочка там я тогда что-то спрашивала ой фикс прай здесь есть раньше тоже здесь типа рынок был и вот недавно его отстроили как относительно недавно и здесь чего только нет все что хочешь на любой вкус и цвет магазинчик я имею ввиду яндекс маркет даже выдача балахоновский мясокомбинат очень вкусная там колбаску мы там берем армавирский мясокомбинат раньше тоже колбаса армавирская по детству помню очень вкусная была у меня там дядя работал обалденно тоже вот армавирский мясокомбинат здесь есть в общем мясо птицы все-все-все-все здесь есть такой пятачок мы ездим диски они диски а резину ищем на машину на другую нужно ее переобуть в принципе такие как у нас зимы конечно они редко-редко пригождаются но по-любому машину переобувать надо вот на одной машине резины резина шины как правильно в общем говоря все нормально а вот на другой там резина зимняя это вообще просто трэш поменяли она началась вдуваться она начала в общем говоря кошмар что с ней творится в общем говоря срочно срочно ищем на другую машину этот диск резину вот мы заехали в соседние тут населенный пункт это называется село ивановская рядом с невиновыском находится они прям рядом рядышком ищем конкретно бел шины здесь она есть сколько тоже вот по 3 по 3 тысячи без дисков естественно диски отдельно хочет попытать счастья купить на авито но что-то вчера ездили тоже смотрели короче говоря там не очень и стертая не очень да ну я просто не видела просто и уже мягко сказать сказала что не очень и это 10 да он просил 12 просим за 10 типа якобы она там максимум говорит если на один сезон хватит то это и вот на нашел еще другие варианты но вчера ответили а сегодня вот не отвечают как раз таки думаем будем проезжать вот мимо чтобы а сегодня вот так что в поисках сегодня резины фарша хочу взять и хочу сделать котлеток с пюрешкой давно не делала вот и еще на повестке дня у меня вареники у меня там тесто немножко осталось вареники тоже магазинные брать вообще смысла нет вареники не пельмени вареники так вообще там я не знаю в одним словом какашка в общем говоря вот это вот как бы пюрешка который знаете вот это заваривается просто когда варится остается одно тесто а начинки вообще нету то ли нам таки попадались вроде бы и дорогие берешь вроде бы это а ну а за пельмени тоже как-то раньше брали тоже но стало просто нехорошо в один прекрасный момент когда взяли в общем говоря магазины пельмени теперь никто из детей не ест всегда спрашивают там магазины либо домашние с пельменями сами знаете как если позиция то это на целый день вот это по ивановке всего ивановская как я сказала прям вот весна весна да вот птички поют машине жарко вообще бля такое чувство что уже не первый день зимы первый день весны ехали наверно уже в 105 магазин я смотрю пошел туда вот уже но с человеком который здесь был наверно берет более я так рада у меня что-то езжу езжу меня же голова немножко загружилась от езды туда-сюда туда ехали мы уже домой все скупились маме там накупили в общем сейчас покажу что купили на рынке были и магазинчик в общем заезжали ничего такого особенного не брали в общем взяли вот такой вот хлеб нарезанную бутербродик очень хорошо с него делать всем нравится мне и детям муж не очень люблю такой обычный хлеб так эта капусточка была взяли яблочки яблочки это мы на рынке взяли по 45 рублей сейчас покажу какие в общем такие вот красненькие яблочки по 45 рублей это у нас хамса килька не знаю как она там правильно называется тому себе взял мы в принципе не особо любим рыбу есть шоколадку что-то прям сладости захотелось взяли шоколадку укропчика просили одну положили две штучки чаю вафельки такие вот шоколадники фарш хочу сделать котлеты и этих мандаринок как видите у нас тут работа кипит полным ходом я хочу сделать эти котлетки не знаю прям что-то так давно не делала прям давно давно не делала помощников у меня тут целая куча развлекает стоят вот и знаете мы когда были в санатории нормально и там котлетки ну я не знаю очень вкусно конечно делают правда там делают из что плохо видно наверное из говядины вот что-то химичило химичило и нахимичило надеюсь что у меня получится они потому что вперед делала они у меня что-то знаете прям развалились я не знаю почему с чем это было связано вот неудобно то что и раковина дарина помыть здесь полы и полы блин это я рассказала посуду мою в общем сухарики здесь панировочные насыпала в тарелочку и оставила у меня уже сковородочка разогревается и я хочу сначала меня не видно я хочу сначала обжарить а потом в духовке довести до готовности или не знающим или не решила в общем говоря ну сейчас разберемся по ходу дела будет видно первая партия лежит уже на сковородочке жарится блин солнце светит со всех сторон так давай на нас сюда уберу просто неудобно блин со стола надо чуть-чуть убрать 8 нести то что-то и даст это короче делала делала и оставила здесь кстати купила вот такой мир мир мишельку надо его пересыпать и брать вот не знаю я честно говоря когда опасаюсь с таким знаком вот это вот все брать так же как и моя от вернее красная цена по моему ли моя цена уже честно говоря не помню ну это вроде бы просто как магнитовская не моя вроде бы цена не помню цена ну конечно дешевле было чем чем ну остальные такие ну очень такая вкусная вермишелька ну знаете в супчик я думаю многие пользуются такой супчик раз кинул ее бульончик такой и все сейчас наверное и положу пока вот сюда здесь тоже какой-то треш уже образуется верху вроде бы еще более-менее а внизу уже какой-то треш образуется так у меня где-то еще вот столовые наборчики так 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 вот такая лопаточка у меня где-то есть это еще киевские киевские что-то вилка то надо помыть что ли ничего не да это еще и киевские раритет можно сказать не такая лопаточка еще где-то так сейчас переверну мне тут еще нужно разобрать это картошку вот сюда переложить потому что ну тут закончилась помыла этот нужно будет поставить она у меня там хранится масло туда убрать это просто сейчас себе все под ноги ой поставила так что вот так работа потихонечку кипит так я снимала 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 касса камеру я не включила в общем перевернула все без проблем нормально ну и ответственный момент ой я представляю какая сейчас будет у меня печка это просто конечно но конечно взяла сковородку которая которая была взяла сковородку которая ну увидите снега уже не первые дни в работе и немножко вот прилипает не знаю что я такое взяла но вот и дела ну вот и все нормально 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 ну еще не совсем вечер я как завалю а нас конечно по полной программе да как обычно как обычно зимой дарина и моет и у нас короче получается как-то так все в одном на дворе не стала я мучиться с котлетками жарить на сковородке сейчас сделала положила их на противень и отправлю просто в духовке запеку новую более полезнее да можно так сказать и набрали уже водичку приготовили на гарнир хочу сделать пюрешку себя либо гречку отварить либо может быть рис отварить либо вообще ничего не творить вот резина которую купили такая-то бел бел шина должно быть только еда вот мы только ее в общем ездили искали по-моему до 3000 одна один одна резина в общем одна шина вот конечно четыре штуки и сейчас на четыре часа записался поедет менять покажу как то выглядит пока вышло смотрю здесь еще и вот это вот сдулась конкретно это вот тоже зимняя резина но будет ставить на эти диски вроде бы они более-менее я не знаю в этом вообще ничего не соображаю в общем говоря вот так вот смотрите вообще просто напросто сдувает но это не так быстро сдуло а потому что вот сколько дней она накачана эта машина слечит мне дверь почему-то открыта ну это просто она так стоит странно кто-то дергал что ли надо посмотреть по камере будет а вот с этой стороны просто ой блин это ветка просто смотрите это кошмар какой-то тоже есть просто-напросто вот так вот сказать накачал и тут же через несколько минут она сдулась вот хочет накачать доехать до этого машина монтажа но успеет недалеко не поменяет котлетки готовы уже застелила называется пергаментную бумагу чтобы думаю не мыть лишний раз противень но все равно мыть придется ну вернее чтоб не сильно он жирным такой был но все равно придется так пюрешка тоже готова в принципе все еда готова ждут вот вот